Здравствуйте, дорогие подписчики канала Агропок. Мы продолжаем серию выпусков, посвященных выращиванию кукурузы. И сегодня поговорим о таком важном агроприеме, как сушка зерна. С нами на связи Артем Николаевич Копылов, владелец и основатель компании Агромик. Здравствуйте, Артем Николаевич. Да, здравствуйте. Артем Николаевич, многие аграрии, с которыми мы беседовали, жаловались на то, что им приходится отказываться от кукурузы, потому что на Багаре она дает невысокий урожай. Есть, конечно, возможность выращивать засухоустойчивые сорта, но они отличаются плохой влагодачей. Тем не менее, некоторые хозяйства эту проблему решают, покупая зерносушилку. Вот раз уж ваша компания производит зерносушилки, скажите, пожалуйста, в каких случаях стоит покупать этот агрегат и какую выгоду он может дать сельхозпредприятию? Ну, смотрите, вот раньше, если мы чуть-чуть в историю посмотрим, зерносушилки были только на элеваторах, ну или в каких-то очень крупных хозяйствах. Вот, и как таковой культуры сушки у нас не было сформировано, то есть она была, централизованное зерно собиралось, сушилось на элеваторе и уже дальше отправлялось на хранение. Вот, потом каждый основатель фермерского хозяйства либо крупного сельхозпредприятия понял, что гораздо выгоднее сушить у себя. Плюс еще не всегда те же самые элеваторы могут качественно отсушить зерно, и оно там хранится обезличенно, то есть вы сдаете зерно одно, а выдается вам совершенно другое. Там семенные режимы такой функции нет, поэтому когда созрела вот эта актуальность, она созрела с вводом новых технических культур, которые обязательно к сушке, это кукуруза, подсолнечник, это соя, и когда созрела потребность сушить в том числе семена, все поняли, что, ну не все, но большинство, эту потребность осознало и начали задумываться о покупке сушилки в свое хозяйство, для того, чтобы этот процесс технологический был внутри хозяйства, и для того, чтобы ни от кого не зависеть в этом смысле. Вот, поэтому, ну это были предпосылки. А дальше там есть конкретные преимущества, которые возникают, если у тебя в хозяйстве уже установлена сушилка, то есть какие. Например, это не очевидно для тех, у кого нет сушилки, ну а для тех, у кого уже есть сушилка, они, они, получается, ну как бы один раз удивившись, уже не могут отказаться от этого процесса. Например, вот уборка пшеницы, она может быть начата на там 5-7 дней раньше. Почему? Потому что, когда у вас нет сушилки, вы ждете, когда у вас, ну сойдет влажность, будет нужно, чтобы начать сушить, ой, чтобы без сушки обойтись, чтобы начать убирать. Вот. А те, у кого есть сушилка, начинают на 5-7 дней раньше. А что это? А это меньшее количество комбайнов, это больше агрономические сроки, это меньшие потери, это снижение риска того, что пойдет дождь, там плохая погода. То есть, когда сушилка устанавливается там для кукурузы, это понятно, но потом она начинает работать уже на все культуры, и сам процесс уборки урожая, его обработки меняется на всех культурах в хозяйстве. Хотя, ну в первую очередь, конечно, берут на кукурузу. Ну почему на кукурузу? Потому что стоимость, экономическая обоснованность покупки сушилки сразу понятна. То есть, если у тебя кукуруза влажная и сухая, там, ну зависит, конечно, от конкретных параметров, но в среднем это разница в цене порядка двух раз. Таким образом, большинство фермеров и сельхозпредприятий понимает, что если у тебя нет сушилки, то кукурузой заниматься практически нерентабельно. А если у тебя есть сушилка, то сушилка окупается за один-два сезона, потому что ты кукурузу собрав, не должен ее продавать по низкой цене, а она влажная хранится совсем недолго, буквально там неделю, ты можешь ее сохранить и продать в два раза дороже. Вот простой принцип, и сушилка реально окупается, ну вот в этих моментах прямо легко просчитывается. Ну и также, как я упомянул, есть моменты более такие глубокие, когда по всем культурам ты можешь начать убирать урожай раньше. Вот, и это раз момент, а два момента, никто не отменял того, что у нас климат меняется, погода нестабильна, и все чаще и чаще во время уборки возникают аномальные какие-то погодные условия, которые требуют сушки. Ну, понятно, что чтобы покупка оправдалась, хозяйство, наверное, должно обладать определенным земельным банком. Вот скажите, пожалуйста, ваша сушилка для кого предназначена? Это хозяйство с каким земельным банком, с какими культурами? Ну вот у нас есть самое маленькое хозяйство, которое у нас покупало зерно-сушилку, у них 500 гектар, вот, они купили, ну, самую маленькую нашу модель, вот, и уже прошло 4 года, мы поддерживаем там с ними связь, и они сейчас не мыслят вообще свой технологический процесс без элемента сушки. И они брали, вот, как я вам уже рассказал, на кукурузу, чтобы ее сеять, но так вышло, что они теперь сушат все культуры в том и ином виде. И, знаете, то есть я еще раз подчеркну, что вот ту же пшеницу, да, ее можно не сушить, но если ты ее начинаешь убирать раньше, у тебя значительное преимущество и значительное снижение рисков, и ее выгоднее гораздо вот эти 2-3 процента просушивать. Вот, поэтому, что касается вот маленьких, это самый маленький, самое большое у нас это, это, они взяли сушилку на 6 тонн в час при снижении 5 процентов влажности по кукурузе. Вот, это, ну, одна из самых младших моделей. Вот, и самая старшая модель у нас стоит на элеваторе в Татарстане, она рассчитана на 100 тонн в час при снижении 5 процентов пшеницы, ну, или 80 тонн в час по кукурузе на снижении 5 процентов. Вот, то есть сушилки используются вообще на все культуры. Ну, еще раз подчеркну, что есть такие культуры, без которых без сушилки нельзя. Это культуры, которые убираются поздно, это кукурузы, это подсолнечник в отдельных регионах, это соя, вот, и вот, ну, тоже такой, надо отметить, что наша технология конвейерной сушки, она очень бережливая, очень бережная. Вот, если говорить про шахтные сушилки, там, высокой производительности, то у них дробление достигает, там, 5 процентов, 6 процентов. Я как раз хотела спросить, в чем конструктивная особенность ваших зерносушилок? Ведь вы подчеркиваете, что они подходят для подготовки семян, очень бережно относятся к ним. Да. Как устроена эта сушилка? Устроена она так, вот, там есть верхняя ложа, на нем лежит слой примерно там от 10 до 35 сантиметров, и снизу сквозь это ложе идет продувка, то есть высота зерна, она там небольшая, то есть это от 10 до 30 сантиметров. В отличие от шахтных сушилки, у нас сушатся в горизонтальном слое, шахтные сушилки сушатся в вертикальном слое, и, соответственно, в вертикальном слое идут большие повреждения зерна. Поэтому у нас повреждений в раз меньше, чем в других типах сушилок, что касается и мобильных, и модульных, и шахтных, и колонковых, во всех них, на хрупких культурах, таких как груза и соя, повреждения достигают 5%. Насколько долговечна такая сушилка? Может быть, есть какие-то тонкости эксплуатации, которые помогут увеличить срок службы? Ну, смотрите, мы с этого года, мы первые в России, кто начал заниматься конвейерными сушилками, у нас около уже тысячи хозяйства используют наши сушилки, и таким образом мы доказали, что у нас продукция качественная. Первая сушилка, мы когда ее выпустили, мы сразу сказали, у нас качественный продукт, мы даем гарантию 5 лет. Никто из производителей такой гарантии не давал. Потом мы начали вводить изменения на рынок, и появились производители, которые тоже начали давать гарантию 5 лет. Но мы идем дальше, мы уверены в своем продукте. Первым нашим сушилкам более 7 лет, я уже подчеркиваю. И вот с этого года мы теперь даем 7-летнюю гарантию на все наши сушилки. Поэтому, что касается качества, надежности, долговечность, тут можно быть уверены. Ну, если производитель дает гарантию 7 лет, то фактически срок эксплуатации измеряется в 3-4 раза дольше. Понятно, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот почему именно в вашу компанию вы советуете обратиться сельхозпроизводителям? Я знаю, что вы сотрудничаете с Росагролизингом, да? Есть какие-то программы поддержки. Можете рассказать подробнее об этом? Да, ну, мы с Росагролизингом сотрудничаем. Плюс мы российский машиностроительный завод с подтверждением постановления Минтромпторга 719. И на нашу продукцию даются льготные кредиты. Плюс наша продукция в отдельных регионах субсидируется региональными властями. Также мы участвуем в программах 1432 и 823, предоставляя скидку нашим покупателям. Поэтому, что касается всех мер поддержки, то во всех них мы участвуем. В принципе, я их всех и перечислил уже. Еще один вопрос вам задам. Этой весной очень актуальным стал для сельхозпроизводителей срок поставки. Потому что часть машиностроителей российских работает, в том числе, с импортными комплектующими. И в связи с санкциями теперь сроки поставки растягиваются. Скажите, пожалуйста, вы как быстро можете поставить зерносушилки? Мы сохраняем стандартный срок поставки. Это 2-3 месяца. Какие-то модели у нас есть в наличии. Понятно. Это небольшое количество, но какое-то есть. Стандартный срок поставки 2-3 месяца. Ну и, естественно, монтаж в хозяйстве, наладка, пусконаладочные работы. Это все. Да, тоже уникальность нашей сушилки состоит в том, что монтаж занимает всего 1-3 дня. И, соответственно, это очень быстро. Вся основная работа по сборке и производству происходит на заводе. Пусконаладка, обучение, все, конечно же, мы проводим. И раз у нас есть 7-летняя гарантия качества, то и поддержка на протяжении всех этих 7 лет у нас тоже осуществляется. У нас есть сервис 24 на 7, который реагирует. Поэтому в этом смысле мы всегда на связи с клиентом. Это тоже одно из важных преимуществ нашего завода. Потому что одно дело купить их где-то технику, знаете, как вот сейчас там тот же самый Джон Дир. Но где надо брать на него запчасти и сервис, это большой вопрос. Ну, это понятно, что касается иностранных компаний сейчас у нас период, когда они ввели санкции. Но что касается там тех же других российских производителей, я знаю, что не все заводы дают такую гарантию, дают сервис. Поэтому здесь наш завод имеет принципиальную позицию, что важно нам не только произвести, но и сделать так, чтобы максимально долг, качественная, оперативная, экономичная сушилка работала в хозяйстве. Спасибо вам большое, Артем Николаевич, что были на связи.